Для столицы Южного Урала андеграундный художник Алексей Илькаев видоизменил свой фирменный сетфейс. Большое влияние на пермского творца, по словам организаторов, оказало падение метеорита. Нам просто показался этот проект близким к городу. Все-таки, если мы говорим о Челябинске, мы сразу вспоминаем метеорит. И это знаменитый Аркаим. Есть истории про то, как инопланетяне оставляют знаки на Земле. Так вот, мы решили, что оставим знаки для них, и с этим справится Алексей. Сам художник до полного воплощения задумки в жизнь беседовать с журналистами отказался. Говорит, нужна предельная концентрация. Ведь эскиз будущей парковки для инопланетных гостей стритарщик набрасывал через специальную программу. Рассматривая местность не в реальном масштабе, а с помощью камер наблюдения. Поскольку ни организаторы акции, ни сам художник не знает размеры этого инопланетного полотна, мы решили выяснить его масштабы опытным путем. Рулетки в руках нет, будем мерить в корреспондентах. Раз, два, три, четыре, пять, девять, пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три. 53 корреспондента СТС Челябинск, что примерно равняется 70 метрам в диаметре. С творчеством Сетфейса челябинцы оказались незнакомы, да и визиты на планетных существ считают сомнительным. Нечем удивлять, но в том, что на других планетах жизнь есть, горожане уверены. Вы бы хотели сама подружиться с инопланетянином или инопланетяном? Пока не готовы. Да нет, наверное, они прилетят. Что им тут делать-то нечего. Жизнь есть, но как-то страшно с ними знакомиться. Мне кажется, достаточно того, что они нам уже подарили свой метеорит, на который мы прославились. А вот дети увидеть инопланетных гостей в столице Южного Урала совсем не против. Ну, я хочу, чтобы они прилетели просто так, погостить у нас. Не, не надо. Почему? Мам, надо. Мама так неплохо живется. Надо. Всем надо. Кстати, подобную задумку в виде специального пункта приема для инопланетян разрабатывали в Перми. Но идея так и не была воплощена в жизнь. А вот Челябинск к визиту представителей других цивилизаций готов. Но только при хорошей погоде. Непредсказуемая уральская погода сделает это послание в космос, увы, недолговечным. Картину, скорее всего, смоет первым дождем. Поэтому успейте приобщиться к этому поистине неземному искусству. Анна Кучина, Антон Ступко. СТС Челябинск. Анна Кучина, Антон Ступко.